Это заглушка от ракеты. Надя была на Ми-24 вторым пилотом и попала точно в цель. Это в 14-м году, четвертом месяце на учениях. Здесь написано прямое попадание. Ей командир подписал. Вера Савченко показывает нам кабинет сестры. Прямо скажем, тесновато для знаменитой летчицы, депутата Верховной Рады. Здесь Надежда работала до ареста. На полках книги, сувениры и сотни писем от пленных украинцев, сидящих за решеткой в России. Сама народная избранница еще недавно сидела там же, как они. Сегодня Надежда снова в тюрьме, только в этот раз на родине. Надежде Савченко инкриминирует подготовку теракта в правительственном квартале Киева. Надя, если вы так хотите покончить с этой войной, то надо было взрывать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство. Новые оружия, полученные от террористов, доставили в Киев для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти. И для дальнейшего, вы увидите это в зале, согласования с террористами их наступления на Донбасс. Прямо в зале заседаний Рады генпрокурор демонстрирует видео, на котором предполагаемая Надежда Савченко планирует свержение власти. Это главное и пока единственное доказательство обвинения. Украинское общество это видео шокировало. Фильм, смонтированный прокуратурой, многим показался убедительным. Все потому, что незадолго до предъявления обвинений в теракте, Надежда Савченко опубликовала несколько весьма неоднозначных роликов. Когда это и похожие видео были выложены в сеть, избиратели не поверили своим глазам. Образ принципиальной защитницы независимой, суверенной Украины, образ современной Жанны Дарк пошатнулся. Мы спрашиваем Веру, как же так вышло, что честь и совесть украинской политики отказывается от всех условностей и выражается как-то совсем уж не дипломатично. Есть еще другая версия со словами, ну что, страшно, они нас боятся. Для меня Надежда на самом деле подорвала эту раду. Надя им вселила животный страх, у них в глазах появилось осознание, они смертные. Их народ не любит, мягко говоря. Но несмотря на новые штрихи в образе надежды, народ любит героев и пока еще не отказался от веры в Савченко, говорят обозреватели. За то время, что Надя сидела в российской тюрьме, летчица стала родной для каждой украинской семьи. Поверить в попытку госпереворота здесь мало кто готов. А вот мысль о том, что правительство избавляется от неудобного оппонента вполне популярно. Парадокс состоит в том, что вроде бы и вещи, которые там на этих пленках обсуждают, являются и ужасными, но вот в обществе мы видим по реакции есть полная толерантность к этим процессам, что, кстати, тоже очень негативно ударило по позиции обвинения, потому что власть, правительство не выглядят в этой ситуации жертвой. То есть власть никому не жалко. И многие вообще даже пожалели на бытовом уровне, знаете, как говорится, разговоры на кухне, что этот такой план провалился. Более того, соцопросы показывают, что у партии Надежды Савченко под названием общественно-политическая платформа есть шансы попасть в парламент после ближайших выборов. То, что у нас пресса преподносит, не всегда этому можно верить. А у нас всегда горяченькие факты ищут и раздувает их. Извините, хочется выразиться крепко, неизвестно до чего. Глупости. Глупости парни страшны. Какой теракт? Может, она немножко в голове больна? Глупость. Внутри она хочет и что-то хорошее, но делает она все это очень топорно. С 22 марта Надежда Савченко находится в следственном изоляторе СБУ. Обвинение в подготовке террористического акта категорически отрицает. Невиновность намерена доказывать в суде. Знак протеста объявила голодовку. Ей не привыкать, отметили не удержавшись скептики. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Я показываю все неверующим. На меня так же, как и в российских тюрьмах, направлены объективы телекамер. Дело Надежды Савченко более чем запутанное. Над ним работают 34 прокурора и 16 следователей. И этой армии юристов придется серьезно потрудиться, чтобы доказать ее вину. Депутата Верховной Рады двух созывов Юлию Ковалевскую сторонницей Савченко не назовешь. Но политик убеждена, суд не учтет доводы обвинения. Как минимум потому, что задержали Надежду в нарушении процедуры. Проводятся негласные следственные действия, при том, что народный депутат не лишен депутатской неприкосновенности. Те, кто разочаровался в Надежде Савченко окончательно, готовы поверить в план по подрыву Верховной Рады. Украинский правозащитник Эдуард Багиров один из таких разочаровавшихся. Это архив RTVI. Мы беседовали с Багировым два года назад. Тогда он писал письма Владимиру Путину с требованием освободить Савченко. Она является живым символом обвинения преступления Путина, его судебно-прокурорской власти. О своей борьбе во имя Надежды не жалеет. Савченко была символом, моральным ориентиром для общества, но по возвращении стала призывать фактически к признанию псевдореспублик ДНР-ЛНР и прямым переговором с сепаратистами. А это уже перебор. Ее освобождение мы ожидали как некое такое знаковое событие для Украины. Но я лично разочаровался. А кто вы, такая Надежда Савченко, кроме того, что депутат Верховной Рады, взяли на себя право от имени народа Украины, встречаться с террористами. В скромной офисной комнатушке Вера Савченко демонстрирует нам журнальные вырезки. Их смастерила Надежда за решеткой в России. Здесь мирный Донбасс, процветающая европейская Украина. Этого не хотят политики, читает Вера. Потому Савченко не смогла найти с ними общий язык и угодила за решетку. Я знала, что Надежда не уживется с ними, депутатами в Раде. Интегрироваться в этой просоленной бочке свежей Надежды невозможно. Она принадлежит к тем людям, как, по-моему, Маяковский писал. Гвозди бы делали с этих людей, не было бы крепче в мире гвоздей. Она не прогоняется. Я еще до ручки не дошла. А если бы дошла, то лучше бы застрелилась. Украинцы, которые поверили в меня своими голосами на выборах, этим заявили, что ждут от меня действий. Это из книги, которую Надежда Савченко написала в российской тюрьме. Да, общество ждало от своего героя перемен. Весной 2016-го рейтинг Надежды Савченко был выше показателей Петра Порошенко. Сегодня сторонников у Савченко значительно меньше. Людям в стране, в которой идет война, не просто понять, как можно находить общий язык с противником. Боевые действия в Донбассе – главная тема, которая беспокоит украинское общество. Вторая проблема – масштабная коррупция в стране. Но вот во взятках обвинить Надежду Савченко просто невозможно. Несмотря на высокий статус народного депутата, все это время она живет в часе езды отсюда, от Верховной Рады, в самом бедном районе украинской столицы Троещино. И чтобы кто о ней не говорил, ясно одно – Надежда Савченко – украинский феномен. Спорный герой, жесткий, порой агрессивный персонаж в современной истории страны. Говорит и делает только то, во что совершенно искренне верит. Антон Полищук, Александр Кулибаба, RTVI, Киев.